так вот такой у нас ужин сегодня будет это говядина блок у меня 20 килограмм на всех собак по килограмму такие куски но их порежу сейчас такая вот говядина говядину я беру по 150 рублей плохая она и жир есть чуть-чуть и там где-то и трахеи попадаются в основном все это обрез помогал это головная обрез вот такой вот мы кушаем ребятушки это у нас ноябрь такой вот собаки ходят с улицы сюда в первую комнату заходят видите чем меня я уже задолбалась мы каждый день я тут мою 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 это очень бесполезно ненавижу уже ненавижу это межсезонье у меня такая депрессия началась жуткая просто депрессия уже просто хочу все бросить нафиг просто и все ничего не хочу всем привет сегодня 8 у нас ноября вчера ездила переобула еще старую машину на зимнюю резину на всякий случай я хоть на нем не езжу что-то я уже теперь к новой привыкла на всякий случай переобулась мало ли может собак куда повезу я просто на новой не повезу вот ну у нас грязно но зато тепло турбо побежал все грязные мартин сидит улыбашка все так у меня вот никаких сдвигов у нас нету ничего интересного у нас нету. Сегодня хоть, говорю, нет дождя. Потому что два дня мы не выходили. Не выходила с ними гулять. Они в загоне своем сидели. Потому что лил дождь, как из ведра. Что вчера целый день, что позавчера. Мы не гуляли. Сегодня будет хорошо. Даже где-то солнце проглядывает. Завтра вообще обещают солнце. Солнце 8 градусов, что ли. Очень надеюсь на это. Ну, а так, говорю, все у нас по-старому. Все щенки все у меня. 7 месяцев им. Не знаю, говорю, что же делать. Никому такие красавцы не нужны. Так, с теми погуляла. Теперь с этими гуляю. Ой. Покидать тоже надо. Кольцо. Да? Так что, такие дела. Я, говорю, кружусь. Как... Ну, что ты мне не принесла-то? Кружусь, говорю, как белка. Эль, ты тогда бери. Не хочешь? Что-то нет настроения. Ни у кого играть. Что, а не хотите в кольцо играть? Странно. Странные вы какие-то. Вот, короче, гуляла с теми. Вон они еще у меня бегают. Потом с этими теперь гуляю. А еще у меня еще третий выгул. Там еще куча собак. С теми сейчас пойду гулять. Вот. Такие вот у нас дела. Что-то там разборка какая-то. На все, говорю, время мне, конечно, не хватает. Абсолютно не хватает. И мне их очень жалко. Что, лучше бы, конечно, у них был бы один хозяин. Ну, вернее, одна собака у хозяина была. Чем вот у меня их много. И я на всех. Выше уже не надо лезть, Маруся. Куда ты выше еще собралась? Куда ты выше полезешь? А? Кошка, конечно, вообще все хочет выше и выше. На картину мне не вздумай прыгать. Куда ты собралась? На интернет тоже нельзя. Смотри, какая кошка. Кошка настырная вообще. Очень настырная кошка. Ей все везде надо. И все надо высоко. Куда ты все смотрит высоко. На улицу тебя выпустят на дерево полезешь, наверное. Куда полезла? Маруся. Марусь. Марусь. Ну, хватит все. Вон наша жадуша пришла. Жадуша. Я ее забрала домой. Она у нас должна рожать на днях. Вот. Пока все хорошо. Она у меня носится и прыгает, и бегает, и скачет. Короче. Живот небольшой у нас. Правда, четыре наноченка, как и по УЗИ говорили. Ему совсем небольшой живот. Скакунья. Чувствует себя прекрасно она. Короче, вязала я ее 9 сентября. Но сегодня уже 11-е. Рожать пока мы не собираемся. Да? Жужечка. Жадушечка. Красотка моя. Пока гуляем. Погода сегодня хорошая. Нет дождя. Завтра уже обещают дождь. Так что, о, опять на участке. Видите бардак какой? Это щенки все накидали. Убираю. Каждый день убираю. В угол. А не все равно разбрасываю. Я думала, у меня кошка. Оказывается, это кролик, наверное. Почему-то она любит капусту. Да, Марусь? Ты любишь капусту? Ой, какая вкусная капуста. Ну, кушай, кушай. Мне же не жалко дать я капусту. Мне не жалко. У нас сегодня какой? 15-е? Нет, 14-е. 14-е, но уже скоро 15-е. 14-е ноября. Время 23.00. Жадуша я собрала такой сама импровизированный манеж небольшой. Она у меня сегодня будет ночью нанражать. Мне вот ночью не спать. Кошку выгнала Маруську, потому что она не дает ей покоя. Она все, короче, хочет с ней сидеть. А жаду, конечно, она на нее рычит. А сейчас щенки будут, она на нее будет рычать. Страшно мне. А эта ходит вообще, не боится. Ее по морде бьет. Скажи, что лежит в холодильнике? Мы с проверкой пришли, да, Марусь? Не, ну это уже наглость. Это уже наглость. Ку-ку. Алло. Ку-ку. Вот сегодня у нас 15 ноября. Вот, девочки, у нас 4 богатыря. Видите, 15 ноября родились 4 богатыря. Я все проспала. Я сначала до 2 ночи с ней сидела, сидела. Она все пыхтела, пыхтела, пыхтела. Я решила пойду, говорю, посплю. Завела будильник на 4 утра. Встала в 4 утра. Она еще ничего не собирается. Все только лежит, пыхтит, пыхтит, пыхтит. Ни схваток, ничего. Я думала, ну ладно, пойду еще посплю, потому что я рано встаю. Как-то не это, не выспалась. Легла еще поспать. Проснулась я в 8 утра, пришла, у нее уже все 4 шинка. Но они были мокрые все, это, но все живые, все хорошо. Как нам и говорили по УЗИ, что 4 шинка. Пол не говорили, все 4 мальчика. Вот такие вот у нас новости. Вот. Будем расти. Смотрите, новые светофоры в Павловской Слободе. Не работает стрелка налево вообще. То есть у нас загорается зеленый. Прямо, да? Налево он не работает абсолютно никогда. И получается неразбериха. Порядочные у нас люди стоят перед светофором, да? Вот там вот и ждут стрелку налево, которая не работает. То есть ждать можно это бесконечно. Можно ждать 2 часа, можно ждать 3 часа, пока загорится стрелка налево. Стрелка налево не работает. Тогда, пожалуйста, сделайте нам, чтобы она или работала, или сделайте желтый сигнал мигающий, чтобы мы поворачивали туда, на площадь. Но, как бы, это пропускали там всех. Ну, поворачивали осторожно, да? Желтый мигающий сделайте, пожалуйста. Вот смотрите, сейчас у нас зеленый горит, да, прямо, потом, сейчас он погаснет, должна быть стрелка, да, налево, стрелка не загорается, стрелка не работает абсолютно никогда, никогда она не работает, смотрите. Вот, стрелка не работает, люди будут стоять, они будут стоять час, они будут стоять два и ждать эту стрелку налево, которая не работает, вот смотрите, люди стоят, люди стоят как порядочные, вот они мигают, поворотники включили, чтобы туда повернуть, но она не работает, стрелка не работает, вот, буду писать. в доброделки, не знаю, в ГИБДД, кто нам поставил такой дебильный светофор. Вот, она не включится. Для пешеходов включится, да, светофор. Стрелка не включится налево. Сейчас мы даже вот подождем второй раз. Я потому что стояла тогда не знаю сколько. 20 минут я стояла, ждала стрелку. Ну, придется ездить людям под красный тогда нарушать, да? По-другому никак. Вот, смотрите, опять зеленый загорелся, стрелка не загорается. Стрелка не работает. Зачем вы нам такой поставили светофор? Мы вообще понять не можем. Заехала за роллами. Настя у меня захотела роллов. Так что сейчас заберу роллы. Заеду в магазин домой. Ага. Смотрите, а тут вот с площади тоже сейчас будет выгореть всего 10 секунд. Поедем мы отсюда направо, оттуда поедут налево. Мы сейчас начнем встречаться тут на перекрестке. Все будут тыркаться. А раньше у нас было вообще все нормально. Мы все друг друга пропускали вообще. Вот что нам наделали, мы все вообще в шоке. Будем писать куда-то. Я не знаю. Стрелка не работает. Тут хер знает, что вообще наделали. Такую хуйню наделали. Извините за выражение. Елку мне в этом году наверное можно только такую. потому что у меня кошка обычную елку снесет. Будет на нее лезть, как на дерево. За процентов. У нас уже, видите, Новый год везде. Уже новогоднее настроение. Но нету на самом деле никакого настроения. Так, у нас сегодня продолжение дня, 15 ноября. Мы вышли гулять. Я очень жду похолодания. Прям как манны небесные. Жду, чтобы выпал снег или хотя бы подморозило. Так, ну не прыгай на меня, я сейчас упаду. Потому что все это надоело вообще. Из-за этой погоды, вот этой серой, грязной. Депресняк жуткий. Собаки все черные. Все черные. Полы черные у меня дома. Я не успеваю полы мыть. День по два раза. А где у собак, надо вот сегодня мыть опять. Два дня не мыла, потому что бесполезно. Они что туда-сюда ходят. По 25 раз в день выходят. То на улицу, то с улицы. То на улицу, то с улицы. Так что, очень ждем. Очень ждем снег. Лучше я буду чистить снег. Смотри, что делают. Бандиты. Я же убрала бочку. Зачем вот ты это взял? Гордый, гордый побежал. Гордый побежал с поливальником. Да? Смазые. Смотрите, какие. Вот они малыши. Жадуша жарко. Очень жарко ей. Морда опять в крови испачкала. С нее льется, потому что она подлизывается. Кровь идет. Замыла, мыла ее. Морду мыла опять уже, да? Щенков мало, скажи. Сисек много. Это очень хорошо. Мы будем все большие, скажи, толстые. Да, будем большие. Точно в этот раз мамка такая хорошая. В тот раз у нее, говорю, было много щенков. Она не хотела с ними особо сидеть. Вообще не занималась. Она даже их не вылизывала. Ничего. Я их помню. Мыла этих щенков. Замучилась с ними. Каждый раз. У нее было еще их много. И это самое. Я каждый раз их ходила в ванну мыть. Под раковины. Это под краном мыла их. Короче, она вообще не вылизла. В этот раз прям хорошо ухаживает. Так, молодец. Мало щенков. Хорошо. Красота. Так что, вот такие у нас мальчишки. Все бутузы. Будут цветом не знаю пока каким. Но жадо она такая у нас желтая. Не рыжая, желтая. Аполлон белый. Жарко ей очень. Тут потому что у нас сейчас газ, отопление. Дома. Вообще дома не может. Ходит гулять. Через каждое 15 минут выходит на улицу. Побегает, побегает. Там 10 минут домой бежит. Потом полежит, полежит. Полчаса, час опять бежать. То вообще уже три раза за час выходила. Просто воздухом подышать. Окно открыть я не хочу. Я боюсь, они у меня простудятся. Так что, вот такие мы пока. Вот. Короче, села я ужинать. Решила отметить чуть-чуть рождение щенков. Уже души у нашей. Чисто символически. Настойка у меня есть. Сейчас поужинаю. Посмотрю кино. Не знаю. Чуть-чуть спину мне прихватило. Опять сегодня не могу. Прям в спину вступила. Ни туда, ни сюда. Не дай бог у меня сейчас опять защемление. Не дай бог у меня нога откажет. Опять справа я причем. Это ужас будет. Как я буду ездить за рулем. Я не знаю. Сильно. Ой, прихватило. Я кормную натаскалась. Вчера привозили корму. Сколько мне привезли? Это 300 килограмм. Мешки по 17 килограмм. Я их носила. Отворот домой. Вот. Наносилась, видать. Мне вообще нельзя поднимать. Как бы больше трех килограмм. Мне врач не разрешает. А то он говорит, я буду ездить скоро на инвалидной коляске. Вот так вот. Ну вот, ребята. Хочу, чтобы эти щенки у нас подросли. Нашли своих родителей. Очень хочу, чтобы те щенки, которым уже 7 месяцев, тоже нашли своих родителей. Я, конечно, уже не знаю. Не надеюсь. Но надеюсь. Я очень надеюсь на лучшее. Все, ребята. Тогда это у меня апельсиновый сок. Потом сейчас выпью чуть-чуть. Все, буду кино смотреть и отдыхать. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok